Сегодня на Доме культуры села Кастахи-Тагурово было увековечено имя заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Карачаева-Черкесии Бориса Александровича Цзанаева. Более 50 лет он посвятил искусству, был танцором, а затем балетмейстером и руководителем ансамбля «Эльбрус». Участвовал в создании и подготовке ряда танцевальных коллективов. Немало известных деятелей культуры считают его своим наставником. На памятном мероприятии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Если бы не было национальных танцев, их непременно стоило придумать. Ведь лучшего способа, чтобы разом выразить переполняющие эмоции, продемонстрировать традиции разных народов и пластику движений, попросту не существует. И Бориса Цзанаева можно отнести к числу наиболее ярких представителей этого вида искусства. Он не только сам превосходно танцевал, но и мог подметить что-то особенное в молодых талантах, которые затем под его руководством становились великолепными танцорами. Эстрадно-хореографический ансамбль под руководством Бориса Цзанаева гастролировал в Малом Карачае. И они были у нас на репетиции. Я тогда танцевал в ансамбле «Мингитау». Но после репетиции он меня подозвал и спросил, хочу ли я работать в профессиональном коллективе. На что я ответил, да, если родители отпустят, я с удовольствием поработал бы. О таких людях, как Борис Цзанаев, крайне сложно говорить в прошедшем времени, поскольку они как бы до сих пор живы в воспоминаниях коллег и родных. А заслуженный артист РСФСР, народный артист Карачаева-Черкесии, был для нашего региона целой эпохой. У нас была очень дружная, спокойная, стабильная семья. Потому что мы привыкли все делать вместе. Оба люди, представители культуры и искусства. Вы знаете, он вообще говорил, что у него две огромные любви в этой жизни. Вернее, не две, а три он говорил. Это его семья, это рыбалка на фореля горного и это танцы. Супруга Бориса Александровича сама немало лет отдала искусству. Говорит, о нём трудно сказать в двух словах. Настолько многогранной являлась личность человека, который более 50 лет своей жизни посвятил любимому делу. Он был танцором, балидмейстером и художественным руководителем ансамбля «Эльбрус». Позже, по сути, создавал ставший при нём государственный танцевальный коллектив «Исламей». Его талантом восхищались зрители на многих концертных площадках, причём не только в нашей стране. На больших стадионах выступали мы, в Карловых Варах, в Праге. При выходе и объявлении осетинского танца свадебного, откуда там знают, ну был переводчик, на русском языке говорил, на чешском. Выходил только Борис Занаевый, становился сколько всё. Зал вставал и аплодировал с начала танца до конца. 27 мая в родном селе Бориса Занаева, Кастахитагурово, на Доме культуры была установлена памятная доска. Как правильно заметил руководитель регионального министерства культуры Зураб Агирбов, главная ценность человека заключается в первую очередь в людях, которые помнят. Помнят о человеке, мастере своего дела, замечательном наставнике и друге. Пока жива память о таких людях, они как бы остаются рядом, наблюдая за тем, чему они посвятили всю свою жизнь. Артур Махцер, Расол Бердиев, Вести Карачаев-Черкесия, Карачаевский район.